Друзья, товарищи, здравствуйте! В их числе посещение Эйфелевой башенки, поехавшие по катушке на высокоскоростных поездах ТЖВ, а также в двух частях посещение Центрального музея железных дорог всей Западной Европы в славном городе Мелузи. Эх, как же это круто! Да, но джентльмен может спросить, э, а где же вы жили в Мелузи? А-а-а, вот тут-то и порылась собака. Поскольку жили мы не в Мелузи, а в совсем другой точке, под названием Батсенхайм. Это становится уже интересно. Конечно, интересно. И приколюхи начались с того, как мы оказались на этой локации. Вот слушайте. Когда мы с мистером Быстрым еще только подъезжали к Мелузу, я дал ему задание забронировать номер в отеле, дабы не болтаться, как пьяные курицы, поздним вечером по незнакомой стране. Помню, что сказал Брудеру, чтобы он нашел отель как можно ближе к вокзалу. Ночью там перекантуемся, а с утра – go to museum. Окей, будь спок, все в ажуре. Номер я забронировал. В трех километрах от привокзальной площади. Отель для на пост. Это хорошо, подумал я. Неизвестно, сколько злобных уродцев может нам попасться на пути, так что лучше провести стратегическую рекогностировку в кресле отеля. И вот поездок прибыл. Выходим мы в хород. Ну там, за границей, все дела. Кругом французы. Биттошон, Данкишон. Лепота. И тут мы замечаем, что... Да, город засыпает, просыпается. Нет, нет, город, конечно же, еще не засыпает. Но я, молясь, притомился. Эти сверхскоростные телепортации на ТЖВ здорово выматывают. О да. Я и говорю Брудеру. Эй, толстый. Чем плутать в потемках по незнакомым улицам? Полагаю, лучше взять таксомотор. Прямо до отеля. А три километра это же совсем недорого. Войнот. Глядим. Натурально стоят таксомоторы. Французские водители. Банджур. Банджур. Знаете? Узнаем. Довезете? Изи. Это мы удачно все обустроили, подумал я, когда шофер включил счетчик и тронул свой мотор. Но шутейки того дня еще не закончились. Три километра на авто это ни о чем. Плюнуть да растереть. Однако едем мы, едем. А водители не думают останавливаться. Вот уже из города выехали. Кругом лес. И только евро в счетчике капают. Кап, кап. Шайца. Я подумал, что если перетереть с этим хичхайкером, то может все и образуется. Понимаете, в кассе не было билетов, а нам только до отеля Деля-Пост. Он тут рядом, три километра. Да нам, дяденька, в общем-то, не очень и нужно. Услышав столь нелепый бред, таксист расхохотался, как чумачечи. Эй, гарсон. Отель Деля-Пост находится вовсе даже не в Мелузе, а в области деревня Пансенхань. Это весьма далеко отсюда, но расслабься, чел. Французские водители, не обманывай. Еще каких-то 50 евро, и будет тебе отель. Шайца. Ау-нау. До меня стала доходить вся нелепость ситуации. Забронировать отелю чьер-то на кулишках, а потом ехать туда на таксо, как какие-то мажорики. Это жестко. Нет, мистеру Быстрому положительно ничего нельзя доверить. Нам оставалось только ждать и смотреть, как растут циферки в окошечке таксометра. А ведь перед этим мы два раза опоздали на поезд. Впрочем, в красках можно посмотреть этот сюжет в предыдущем ролике французского цикла. Приехали мы в эту деревню уже поздно вечером. Ой, ребята, доехали мы, понимаешь, шли до отеля. И тут ресторан, отель. Вот на этом, понимаешь, автомобиль и такси. И здесь вот рядом, видите, музей мотоциклеток есть. Это деревня называется. То есть даже написано было там в этом, ну, вы знаете, что это вот находится в деревне. Вот посмотрите, ребята, как выглядят французские деревни. Ну, это раз у меня, я не знаю, деревня это или нет. Написано же было там, что это в деревне находится. Да, видишь, меню 14 евро. Вот здесь это Wi-Fi есть. Давай, open. Друзья мои, пришлось покушать немножечко. Поэтому вот вода, это просто фри вода бесплатная. Но есть еще платная, мы взяли бесплатную. Там еще салат входит. Вот тут какие-то штучки, я не знаю, что это такое. Но Серега уже ест. А вот такое заведение. Смотрите, как красиво. Видите? Так, друзья мои, вот мы съели салат. Нам принесли еще, смотрите, некий стейк. Это миф. Картофана и вот еще такая штучка. Видите? Мексима-дернозер. И вот еще тушкетчик, так и все остальное. Ну, как ты доволен? Доволен только. Что ж, наши деньги-то? По бюджету, да, сейчас. Это очень, да. Но это 1700 на человека, да, получается? 1775. Ну да, если на рубли перевести, ребят. Ну, а что делать-то? Где мы сейчас покушаем в ту деревню? У мужиков просить, да? Покушать, дать что-нибудь там, яички какие-нибудь там, курочки. Ладно. Это настолько... А не что, настолько эта штучка-то? Томат на кетчуп. А это не что, салат? Ну, столько чего. Мы столько кетчупу, мы что ли, ездим, смотри. Сережа. А это что, соль? А не что это такое? А что это за штук такое, ребят? Кто это знает? Вот, а ждут ее. Что-то жидкое. Народ, вот, напишите, кто понимает, что это такое. Вот так вот. Скушали мы ту штуку, и сразу тетка, она ведь не смотришь, что мы скушали. После этого у нас следующее блюдо. Вообще, во Франции, надо отметить, все блюда очень большие по размеру. То есть, заказываешь там бакарошки с пюрешкой. Или, допустим, салат, а там большая будет порция обязательно. Поэтому надо это учитывать, чтобы не переедать. Поэтому уже третью штуку едим. Ну, что сказать. Еда, как обычно во Франции, просто супер, вкусно и разнообразно. Ну, вы видели. А где же номер? А он тут как тут. Давайте чекнем. Прям не знаю. Три звезды, понимаешь. Получили ключи от номера. Где и будем теперь. Подожди. Я вот уже тут переодеваться на дому. Где статцироваться. А не вот так. То есть, вот что за номер. Уже снимают. Тут все по-старомодному, кстати. Вот тут, видишь, постельный бельишко. Ой, блин, да. Ну, а подожди. Вроде двухместный. Дух... Этот... Как он? Две комнаты должны быть, нет? Две кровати. Почему две комнаты? Две комнаты. А тут уже окно. Ну, темно уже, ребят. Темно. Есть лампочки всякие. Вот тут чьих кистей это работа. Цены, по-моему, древесины. Ну, все, все, круто. Вот, даже конфетки нам дали. Ну, и вот тут, собственно, да. О, даже ванна. Смотри-ка, Сережа. Выпить чашку кофу. Ванна. О, тоже фен. Непременный атрибут. Ванна. Это тут, видишь, так, чтобы не подскользнуться. Ванна хоть не убитая. Какие-нибудь женщины мертвые. Не, все, да. Ванна, Сереж, такая хорошенькая, смотри. Вот так, друзья мои. Так, вот отель. И там окошко. Зеркало и колор-ти-виль. Ну, что ж, оставайтесь с нами, друзья. Камык, камык. Серега сразу завалился спать. Я же, передохнув пару минут и сожрав конфетки, изъявил желание подивиться на французскую деревню, а вось местные гопники не прессанут. Сказано? Сделано. Все же мой не стал брать новую каморку. А то мало ли что, решив ограничиться сильно поношенным смартфоном 620-й серии. Поэтому ночные видосы в стремном качестве. Скажем пару слов о самой деревне. На самом деле это Камонна. И находится она на северо-востоке Франции. Ее площадь 21 квадратный километр. А живет в ней всего-то 1600 человек. Но, друзья мои, это было потрясающе. Такое атмосферное место, невероятно тихое и умиротворенное. Напомнило старые советские фильмы, которые снимались в тогдашней Прибалтике. Мэри Поппинс и все такое. Решил еще немного заснять народ. Прошелся в один конец. Просто офигенно. Увидел там много всяких интересных штучек. Прошелся в другой. И вот смотрите, просто так вот на асфальте. Например, цветут какие-то цветочки. Как это там? Тюльпаны, что ли? Вроде тюльпаны. Еще какие-то. В общем, кто знает, как они называются, напишите, друзья мои. Но по факту я хочу сказать. Вот уже, видите, заканчивается деревня. Кстати, вон там что-то такое блестящее. Ладно, пойдем брату тогда. И наш номер. Субтитры создал DimaTorzok Ну что, друзья, товарищи. Пришло время подивиться на эту чудесную локацию в солнечном свете. Как говорится, Le Jardin de Luxembourg. Сразу после завтрака я подтащил моего незадачливого братца на улицу. Ну и пошли смотреть французскую деревню. Да, Серега? А, и вот они, домики простых, понимаешь ли, фермеров. Этих ребят. Ночью все светится офигенно. Видишь? Дерево растет, да, смотри? И для дерева тут светилка. Ну что, в дереве скучно совсем не было. Офигеть. Вот эта ратуша. Вот она ночью просто потрясно светится. И каждые полчаса вроде бы там она... Днем не так, как ночью, Серега. Видишь? Кредит. Attention. Злая собака. А здесь покушать можешь. Видишь, магазин. Вот профу, что мы не в России. И вот оно, здание ратуши. О, видали? Даже каждые 15 минут оно ботает. Вот я просто, как вот знаете, ребят, в некоторых вот фильмах или книгах там вот, типа есть город, там ратуша, все такое вот, понимаете? Вот примерно так же. Вон, народ еще дрыхнет. Вот. Закрыты старинки. И вот как сделана разметка, чтобы она не стерлась. Смотрите. White. Gray. White. Gray. Вот, друзья мои, такая она французская деревня. Вон там футбол можно играть. А здесь, видимо, очередная автобусная остановка. О, и... Смотри, какая. Я люблю раритеты. Ага, это просто прицеплялка. Она возила воду. Воду перекачивала. Перекачивала. Да, да, она через воду качает. Это этот, насос. Техносос на пожаре. И шланг забрасывается. Вот, ребят, такая штука, качалка воды. Смотрите. Видите, всякие тут сеточки. Блин, тень моя падает, так как не надо падать. А здесь, видишь, народ, ну ты понял. Увы, больше мы не могли оставаться в столь чудесной деревне Камунни, ибо предстояло посетить музей железных дорог в городе Мелузе. Фермеры показали нам дорогу на станцию, где каждые 20 минут должны ходить по езда. А нам надо купить билеты и на поезде сейчас уехать до Мелузе. Видишь, в е это пути, пути да и пути е. У них нет такого, чтобы вот эти пути обозначались цифрами. Вон платформа. Так очень чистенько, аккуратненько и красиво. Вот смотрите, какие таблички. Это вообще древнее. Тут написано, не влезай, а бьет. Опасно, смерть. Деньжер, домер. Поезда в тот день отменили. Видимо, какие-то ремонтные работы. Рилетом с ячейкой шалят. Но чтобы вывести пассажиров, французские железнодорожники зафрактовали огромный туристический автобус. И там нас ждал еще один приятный сюрприз. Погрузившись в автобус, мы, разумеется, попытались приобрести билеты. Однако водитель принимал только наличные. А у нас он ли виза-карт? Окей. Тогда, может, мы по прибытии снимем кэш-банкомате и расплатимся? Не вопрос. И вот, подъезжаем мы к вокзалу Мелуза и говорим, что вай минут, плиз, мы сейчас. А шофер? Да не надо, не палься, братишка. Это литл-бонус от французских железных дорог. Нифига себе. Вот это круто. Спасибо большое. Как говорится, Эпилье-Муа, Жасвисан. О дальнейших наших похождениях смотрите в двух роликах про знаменитый железнодорожный музей в этом же плейлисте. Будем рады, если оцените. А мы завершаем цикл Франции 2019. Но не расстраивайтесь, друзья. Джентльмен приготовил для вас цикл роликов о славной стране Чехии, где также есть много железнодорожных винтиклюшек. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокол. Лайки и дизы также приветствуются. И заходите на наши стримы. В завершении фильма хотим поинтересоваться. А хотели бы вы жить в подобной деревушке? Или же то место, где вы сейчас, вам нравится больше? И почему? С интересом прочтем все комментарии. В очередной раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео. А супершпроты, которые подарил нам Буффи первой серии французского трипа, мы так и не попробовали. На обратном пути в аэропорту тетка отобрала их, сказав, что с консервами на борт нельзя.